так ну понятно что здесь будет слышно по-другому но как видно насколько качестве татьяна снегирева сразу прошу вас присоединяйтесь отлично хорошо татьяна снегирева махайте слышно давать так главный героиня сегодняшний ну там нас четверо главных героев двое взрослых двое детей детской психосоматика там кожа и аллергии вот поэтому татьяна снегирева которая должна сейчас войти вот все машу вижу вас так эфир с гостем на ожидание татьяна я только валерия это так называется аккаунт понял валерия валерия я рада что получилось окей да здравствуйте так валерия сколько вам полных лет двадцать четыре двадцать четыре года вам значит вам 24 года сейчас я зачитаю ну тут много написали очень так значит здесь страдала диатеза раз со временем симптомы пропали всю жизнь с которой с некоторой периодичностью присутствовала пищевая аллергия на теленные продукты аллергия весной на пыльцу на шерсть животных сейчас это ушло беременность была небольшая экзема на правой ладони полтора месяца назад я родила и у меня серьезно выспала экзема только уже на обеих ладонях на пальцах обеих рук поражена атопическим дерматитом кожи тыльной стороны руки так давайте по порядку сейчас на данном этапе вот я за фотографию высылали первую очередь это вот вот там воротниковая зона да вот тут это да у меня воротниковая зона шея впереди грудь сейчас уже ушло под грудью руки подмышки вы говорили там да сгибы да подмышечная да впадины сгибы сгиб левы сгиб левой руки и сейчас предплечье и рука тоже внутренняя сторона тоже в дерматите и ладони остались с экземы ладони и пальцы практически ага вот то что то что вот вы сейчас перечислили большая область там это воротниковая зона шея подмышки и так далее это атопический дерматит ставят или как называют это врачи да атопический дерматит а экзема именно на ладони на руках на ладошках ага значит и все это обострилось после того как вы в общем-то родили правильно я понял да это было после родов где-то наверное через недели две у меня это началось то есть началась экзема потом начались расчесы на на руках с другой стороны потом перешла грудь но я скажу что подмышечные впадины у меня были расчесаны еще в беременность а сколько ребенку сейчас полтора месяца полтора месяца как зовут а вячеслав вячеслав да но в беременность у меня была экзема только на правой ладони ага хорошо а а ля 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 ну давайте так пойдем по порядку смотрите у нас с вами не просто должно быть сегодня диагностика это должно быть такое маленькое пособие поэтому я я надеюсь вы читали да бланк который я скидывал ну чтобы вы чтобы мы примерно следовали следовали той логике которая была понятна всем кто участвует в этом курсе чтобы там как то мы могли использовать это как пособие для того чтобы примеривание на себя значит первый тогда к вам вопрос а смотрите ваша кожа сейчас ваша кожа сейчас демонстрирует нам человека у которого внутри с окружением есть какая то ну такая очень непростая ситуация на границе вот ваша кожа говорит о том что носитель этого симптома хозяйка держит в голове постоянно ну либо даже уже не осознает но вот постоянно находится в этом состоянии мы часто не осознаем состояние я мы их просто проживаем а вот спросите так так а это вообще что а почему я в этом нахожу мы не делаем вот и и и хозяйка этого в общем-то симптома она же Валерия скажите скажите что что такого произошло в вашей жизни что как вам кажется вот почему это все полезло почему это все полезло ну вот вы когда еще говорили что что-то в голове держит такое напряжение я просто хочу сказать что когда начала появляться вся эта информация про психосоматику про все вот это на свете когда так просыпаться начал как бы ум скажем так у меня постоянное в голове непрерывное самокопание просто непрерывное самокопание вот это вот что первое у меня пока вы говорили влезло в голову вот а что могло произойти ну я знаю за собой что я просто супер мега раздражительный человек что-то если идет не так как я хочу или что-то если не отвечает там моим представлением как оно должно быть вдруг то у меня ну вот ну прям ну я вспыхиваю очень быстро первое значит у меня есть самокопание хороший триггер то есть я обо что угодно об своего ребенка об симптомы об здоровье умею заниматься самокопанием да второе я раздражительный человек давайте назовите пару-тройку человек внешних есть ли кто-то об кого особенно раздражать что главный триггер раздражения муж сейчас да муж и сейчас ребенок тоже отлично вот и я и я сама и я сама вот я просто когда осознаю что я вот начинаю закапываться очень сильно я уже начинаю на себя тоже раздражаться ну что что у меня в жизни стоп 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 что сейчас с вами что сейчас с вами ну-ка 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 вот вы сейчас мне это говорите просто сейчас скажите что это с вами внутри вот чувство состояние что-то как-то вот у меня такое ощущение что голосок подрагивать начал ну просто я очень как бы устала от этой ситуации расскажите мне пожалуйста расскажите как вы устали чувства поделитесь со мной я человек здесь смотрите здесь куча народу просто расскажите нам как вы устали пожалуйста вот я устала от именно от того что я в голове все время что-то кручу какие-то там пожалуйста Валерия да да пожалуйста ну жалуюсь вы это послушаете все устала как человек как человек просто просто пожалуйста пожалуйста мне пожалуйста ну я говорю устала уже просто от того что я не могу просто вот остановиться и нормально счастливо жить просто радоваться от того что у меня такой чудесный ребенок родился что я с ним проблем никаких не знаю что вот у меня муж хороший что у меня вообще по жизни по жизни то блин у меня все нормально ну вот это вот моя в голове фигня она все время меня просто ну вот не понимаю вот почему нельзя просто жить стоп назови сейчас чувство внутри тебя назови сейчас чувство раздражение на себя усталость и вот какая-то нервозность раздражение хочется вот так вот ну блин успокойся живи хорошо и все раздражение я это слышу вот за километр ну то есть в интонациях это очень много этого раздражения очень много накоплено хорошо допустим родился ребенок и ребенок как триггер обострил всю вашу программу которая тут до этого как-то до этого как-то баланс могли сохранять сейчас ребенок родился теперь вы это не можете сохранять хорошо вопрос идем дальше можно я перебью на секундочку легко просто мне кажется что да просто мне кажется что моя проблема то что запускает это все-таки мои отношения с мужем а то что были роды ну да роды они просто ну из-за того что такая психика гормоны как бы не способны держать меня как обычно это было именно то что это более ослабленное состояние после родов и но причина все-таки это то что я ну как-то с мужем не могу найти общий язык хорошо замечательно ну то есть не ну не прямо роды ага именно поэтому я и хотел задать следующий вопрос Валерий как ты думаешь почему вот эта локализация посмотри пожалуйста вот эта локализация вот здесь ну да вот тебя вот в родниковой зону назовем так это зона очень желанного контакта ну понятно что мы сюда и ребенка прижимаем вот зоны подмышек зоны контакта груди там вот эта часть это про кормление про ребенка я еще пока не знаю я не спрашивал что для тебя кормление ребенка что ты проживаешь в присутствии ребенка мы еще не дошли до этого кстати я сразу скажу что злость повышенное раздражение друзья это нормальное следство астенического состояния состояния потери ресурсов эмоционального астения ну то есть когда я уже иссякшая злость является повышенная раздражимость и злость является следствием поэтому вот тут начали какие-то люди ругать Татьяну а я ой Татьяну Валерию да а или кто-то тут кого-то бог с ним я прокомментирую это всем важно будет на будущее значит состояние истощения эмоционального когда я не нахожу решение 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 сопровождается злостью это нормально вообще то есть это естественная реакция это даже по сильной раздражительности можно понять человек истощен вот хорошо вот это зона это зона прежде всего желанного контакта то есть есть какой-то некий контакт это либо прям реально про ребенка то есть когда я здесь держу его и с этим что-то связано либо если это не про ребенка то это про что-то что я контакт который я не могу получить по каким-то причинам либо я запрещаю либо я не могу и злюсь по этому поводу ну краснота раздражение с которым вы сталкиваетесь это понятно что это гнев и злость и вот вы говорите главный мой триггер это все-таки муж давайте разберем триггер муж по нашей с вами схеме какие чувства я больше всего в его присутствии проживаю раздражение злость правильно я понимаю ну да у меня такая смесь то есть когда что-то как как я считаю как мы не так ну договаривались например о чем-то и что-то не получилось то и у меня да злость и раздражение а когда как бы все в порядке то у меня все в порядке чего я не получаю таким образом от своего мужа в чем главные претензии в чем главные проблемы когда вы говорите о том что и он что-то там не делает не выполняет там тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля у меня главное ну вот вопрос скажем так к нему что внимания не хватает очень много работает очень увлеченный человек что мне и нравится ну то есть у него много ну как сказать человек творческий и ну как бы очень много времени уходит туда и мне не достает его то есть и в беременность это было хотелось больше проводить времени потому что такое состояние волшебное да хотелось его разделять и сейчас я хочу услышать эмоции вы похихикиваете вы очень прячете эти эмоции что вы проживаете в связи с тем что вы это не получаете под злостью со злостью все понятно пока у вас единственный механизм уровень на котором вы можете с этим как-то справляться это злость меня интересует то что под злостью что под злостью с чем что как внутри вот это нехватка внимания я все время как будто одна ну как одиночество не одиночество а больше оставленность что-то такое одиночество и оставленность это вот эта зона одиночество и оставленность скажите пожалуйста Валерия идем дальше вот этот уникальный слепок вашего состояния смотрите любой кожный симптом любая аллергия она не существует как что-то вовне она существует как некая память для мозга то есть мозг ее внутри по биохимическому шаблону по там по нейронному шаблону там тра-ля-ля-ля-ля-ля внутри он ее знает мозг узнает ее вот прям вот вот по этой штуке именно эту штуку мы с вами пытаемся найти скажите правильно я понимаю что ваш Y скажем ваш уникальный слепок реагирования он вот про это про одиночество и оставленность ну когда я в трансы входила да у меня было несколько попыток я не видела никакой ситуации но у меня было мышечный такой отклик и был три раза у меня получилось это сделать первый раз это было ну видимо все таки вот это мое раздражение потому что мне прям хотелось трясти вот так вот руками знаете вот мышцы то есть были вот в этом состоянии как бы перед тем как вот начать колотиться а и два раза у меня еще было такое замирание как бы и испуг ну вот такие какие-то у меня были эмоции и тогда я вас спрошу откуда вы знакомы с этой оставленностью и одиночеством в своей жизни мне сложно сказать не сложно вам сказать все вы знаете откуда вы знакомы с этим опытом вы его воспроизвели сейчас в семье так давайте значит вам двадцать четыре да в двадцать четыре получается и возникло это обострение скажите пожалуйста что было в двенадцать и в шесть лет в вашей жизни были какие-то яркие события где была оставленность ненужность сброшенность потеря кого-то важного двенадцать и шесть ну шесть точно нет а в двенадцать ну тоже нет хорошо бог с ним откуда вы знаете этот опыт оставленности одиночества в вашей жизни где вы проживали подобное у меня был единственный эпизод я просто ну не знаю сколько мне было лет у меня семья полная и всегда между родителями были хорошие отношения никогда мы не видели никаких нет я не верю что это единственный эпизод я очень не верю в это ну я понимаю что вы пока просто не готовы это ну автоматизм не так легко осознать конечно ничего рассказывайте ну был вот я его просто очень помню эпизод когда мне показалось что родители очень сильно поругались так как никогда я не видела ссор между ними мне показалось что это было что-то страшное и папа ушел и вот мне показалось что он ушел навсегда я не знаю почему мне так показалось я прям помню что я рисовала в этот день я рисовала там картинки папа вернись сколько вам лет было мне было в районе десяти как отца зовут александр а вы к вашему сыну как к кому относитесь он на кого похож для вас внешне а внешне по повадкам по поведению вот вы кого в нем видите больше ну мне кажется что да он из больше из моего какого-то рода из породы да кого я в нем вижу я с ним как с кем отношу обхожусь ну как с сыном мне хотелось бы ответить но чувствую что наверное не все так просто ну по внешне чисто я помню когда он родился я прям сразу увидела что ручки прям как у папы ногти вот длинные пальцы брови поднимают очень похож да потому что судя по всему появление ребенка является ваш ребенок является триггером и не просто потому что вот он занимает много времени ситуация сложная нет когда я занимаюсь самокопанием вы говорите про самокопание это номер один постоянное самокопание в голове вы это зачем делаете самокопания по какому вопросу постоянно ну мне все время кажется что я там недостаточно хорошая и мне нужно что-то улучшать улучшать все время недостаточно хорошая для кого недостаточно хорошая кто жена мать кто больше всего времени. Я сама с собой. Мне вот недостаточно все время какой-то личной планки. То есть даже та же саморазражительность, она же меня в самой себе не нравится. И я там стараюсь, ну, наверное, даже подавлять больше. Не умею я проживать эмоции. Да, по вашим хихиканям я слышу в хорошем смысле. Вы очень прячете их для себя. Вы там должны прикоснуться к эмоции, вы там захихикиваете. Ну, ладно. Поехали по порядку. Значит, тогда мне примерно понятно, что происходит. Значит, если ваши родители в детстве не ругались, они любили друг друга. Прям любили, да? На что были эти отношения похожи? В детстве? Да. Или по ощущениям? Первое, что приходилось. По ощущениям они были теплые, да? И они были похожи на... Ну, как, просто живут вместе. Просто живут вместе? Расшифровать. Ну, то есть... Сейчас я объясню. Было как-то немножко папа по себе, мама по себе живет. С какими чувствами? То есть мама со мной... Это два отстраненных человека. Как вам кажется, с какими чувствами мама проживала этот брак? Ну, или проживает сейчас до сих пор? Фантазия. Первое, что приходит. Ну, маме... непросто. Непросто, и она тоже... Ну, она как бы... Не то, чтобы она терпит, но она просто... Замените непросто на чувства. Вы женщина. Я спрашиваю, ставьте себя на место мамы и превратите это в чувства. Если ты твоя мама, с какими чувствами ты живешь в этом браке? Давай. Тебе непросто как? Как тебе? Ну, терпимо. Как-то так. Ты опять что-то спрятала от меня. Ты спрятала от меня чего-то. Сейчас. Доставай. Не знаю я такого чувства терпимого в этом списке, который я дал. Там слова терпимого нет. Что она испытывала? Разочарование, отвращение, отчаяние, грусть, печаль, боль. Какой спектр у нее был? Отстранение, может быть. Какое-то отстранение. Отстраненность. Отстраненность – это не чувство, а отстраненность – это форма поведения, за которой внутри стоит какая. Она больше в депрессивном спектре, она больше в несчастности, в страхе, беспокойстве, тревоге, в разочаровании, в отвращении. В чем она? Как тебе кажется? Я спрашиваю про чувства сейчас. Ты не умеешь ходить туда, через этот барьер про чувства, поэтому я тебя буду удерживать пока некоторое время здесь. Давай побудем здесь. Очень важно, чтобы ты сейчас это обнаружила. Как твоей маме жилось? Ты тогда поймешь, почему ты такая? Ну да, я не могу найти описание именно чувства. То есть я могу, как бы сказать, то есть как бы по накатанной жилось, не хотелось уже ничего исправлять, как бы, ну, как бы сказать, как получается, так и живется. Как живет человек, с какими чувствами живет человек, живущий по накатанной, у которого как получается. Неудовлетворенность, наверное. Неудовлетворенность. Она злилась? У нее очень много злости было. Внутри. Я знаю просто маму, что она тоже очень сильно подавляет, как и я, эмоции, поэтому мне сложно... Она подавляет какие эмоции? Наверное, вот подавление, да. Какие эмоции она подавляла? Раздражение. Раздражение. А что ты смеешься? Скажи это честно. Потому что у меня тоже самое. У меня тоже самое. Тоже раздражение. Я тоже очень подавляю раздражение. А теперь знаешь, как твоя мама подавляла раздражение? Хочешь, я тебе расскажу. Я должна быть правильной, хорошей. Мой брак должен внешне соответствовать. Здесь все должно быть идеально. Как ты сказала, брак выглядел внешне тепло. Молодцы, они старались. Похоже на то, как она это делала. Брак должен быть идеальным. Интуитивно говори, вот как чувствуешь. Просто сильно не думай. Мы сейчас исследуем. Я не очень поняла вопрос, наверное. Похоже, что она подавляла свои чувства с помощью вот таких установок. Все должно быть идеально. Я не имею права кричать и не имею права ссориться, быть недовольной. У нас должен быть красивый, правильный союз. У нее была установка изначально. Выйти замуж раз и навсегда. Вот. Ты ребенок, который рос в ощущении рядом с мамой, которой пришлось очень много подавлять. твой дерматит и диатез и аллергии с детства от диатеза. Потом аллергия на теленые продукты, потом на пыльцу, на шесть животных. Ты ребенок, который рос в постоянном сигнале. Сигнал, который для кожников и для аллергиков. Короче, рядом источник напряжения, рядом опасность. Ты росла в этом сигнале. И сейчас ты мне рассказываешь, почему я сейчас пришел сюда. Я думаю, где же она научилась самокопанию? Слово «самокопание» — это слово. Замени самокопание над тем, что ты там внутри в этот момент делаешь. Покажи нам всем сейчас, что ты там с собой делаешь. В этот момент самокопание. Преврати это в чувство. Везде в бланке. Обратите внимание, все, кто будет это смотреть, все вот эти самокопания, все вот эти слова, они ничего не значат. Важны чувства, с которыми ты это делаешь. Ты съедаешь себя, по-моему, там, да? Да. Это прямо то слово. Ты съедаешь себя с злостью, с агрессией, с гневом внутри. Для того, чтобы быть... Давай так, я тебя спрошу. Как тебе кажется, для чего ты съедаешь себя в самокопании? Сделай это сейчас, пожалуйста. Выговорите чувства. Давай вместе. Стоп. Вот сейчас стоп. Стоп. Ты запуталась? Сейчас с тобой. Я... Я очень чешусь. Я очень чешусь. Мы туда просто подошли. Я опять просто пошла в самокопание. Тише. Я вижу, что ты не здесь. Ты можешь мне рассказать, что сейчас с тобой? Про состояние. Ты можешь сейчас о нём сказать? Чувства. Мы сейчас с тобой говорим об этих темах. Растерянность сейчас. Растерянность. Мне грустно от того, что у родителей так. Чешусь. Чешусь. Руки просто... Чешусь – это злость и раздражение. На что злишься? Источник злости. Ситуация, когда из меня нужно что-то вытянуть. Наверное. Скажи, Игорь, я злюсь на тебя. Я злюсь на себя сейчас. Не на... Вот, умничка. Не на Игорь, не на тебя. Я хочу слышать эти слова, которыми ты это делаешь сейчас. Я злюсь на себя? Да. Какими словами? Опять ты за своё. Давай. Добавь туда чувств. Ещё. Сколько можно? Почему уже просто не жить? Здесь и сейчас. Почему нужно что-то искать? Угу. Угу. Ещё. Почему я себя довожу до таких состояний, когда я не могу вообще в руки ничего взять? Почему... Почему я голову не могу отключить, просто отключить всё это копание непонятное и быть достаточно хорошей? Просто... Просто не тянуться на какую-то нереальную планку, которую... Не пойми, кто мне сам задаёт. Я сама или кто-то ещё. ты услышала слово «хороший»? Ты поняла, какую потребность ты не можешь удовлетворить? в твоём бланке есть вопрос. Быть хорошей? потому что она виновата в том, что очень много злости у мамы и недовольства и отстранённости у папы. Эта девочка не научилась, не получила права быть хорошей просто так. Она должна нести ответственность за чувства этих людей. она должна что-то там сделать идеально, она должна получать постоянно внутри. Нельзя просто так быть хорошей. Правда? Ты самокопанием, да, достигаешь ощущения, я хорошее? Нет, я как бы самокопанием оправдываюсь, почему я недостаточно хорошая. Ну, то есть, я вот копаюсь, нахожу в себе какую-то червинку и говорю, ну, наверное, вот поэтому я не могу быть достаточно хорошей. Что сейчас с тобой? Ну-ка, дай-ка мне, пожалуйста, обратную связь. Загляни внутрь. Какая-то опустошенность такая, опускание рук. Опускание рук, отчаяние, усталость. Скажи сейчас, повтори вслух. Я так и не смогу просто быть хорошей. Это безнадёжно. Я так и не смогу просто быть хорошей. Я так и не смогу просто быть хорошей. Это безнадёжно. Как тебе? Тяжело. Что, захихикиваешь? Расскажи мне про своё тяжело. Не захихикивай. Скажи, Игорь, я просто хочу быть хорошей без самокопания. Я просто хочу чувствовать, иметь право быть хорошей. И счастливой. Я просто хочу иметь право быть хорошей и счастливой. Какие у тебя были отношения с отцом? У меня... Ну, как бы я считаю, что у меня хорошие отношения с отцом. Мы с ним можем... Действительно, я могу ему спросить совет всегда. он меня защищал во всех каких-то жизненных ситуациях. Как сказать, когда у меня были какие-то, может быть, проблемы, мне иногда не нравилось, что он, например, молчал до последнего и не мог сказать, блин, Лер, остановись, посмотри, пожалуйста, что ты творишь. Он как бы отстранялся, а потом говорил, ну, вот видишь, я так и знала, что всё будет хорошо в итоге. И это меня... Ну, когда были серьёзные какие-то моменты, меня это прям раздражало. Хотел спросить, тебе что, всё равно мог сказать-то три дня назад или три месяца назад? Ты сейчас рассказала про папу или про мужа? Как тебе кажется? Если убрать описание, кто, и оставить суть. Нет, про папу. Похоже на то, что ты делаешь с мужем? Где твоя поддержка? Почему ты вовремя не сделаешь это? Почему ты такой увлечённый, отстранённый? Да, похоже. Похоже. Помните, я говорил вам, вы играете сейчас, все ваши триггеры, вот эти муж, ребёнок, это всё то, что сейчас запускает в вас тот опыт, который у вас там. Видите, просто одинаковый шаблон. выходите. Выходите из этого, из этой галлюцинации, которую вы не замечаете. Ну так, давай так, сейчас будем с тобой заканчивать. Вот примерно про это мне понятно, сейчас я обобщу. Про руки. Давай так. Экзамы на руках, когда особенно растрескиваются, это связано либо про какую-то деятельность, которую, например, я, ну, либо я себя слишком ругаю, обесцениваю себя, либо ощущение, словно, я связанно по рукам, я не могу позволить себе там чего-то, ну, либо конкретный контакт с кем-то, прям, вот он очень важен, прям, не могу удержать, не могу, это тоже про сильную потерю. Почему руки в твоем случае? Твоя фантазия? Ну, насчет деятельности, я художник, и мне всегда было, ну, как бы, есть же всегда кто лучше, и я, сколько бы я ни училась, я очень, я всю жизнь, в принципе, этому училась, вот, я всегда понимала, что это все, как бы, так, игрушки, вот, и что вот всегда есть кто-то там в музеях висят, они же по-любому лучше, чем я, вот. Нет, почему с ребенком обострилась эта ситуация? С ребенком? Да, у тебя обострилась экзема еще в беременности, с появлением ребенка особенно, ты так сказала, по-моему, да? Да. Как тебе кажется, почему твой мозг, почему твой мозг именно сейчас? Смотри, все ваши кожные симптомы, твои вообще, я про всех говорю, говорят о том, что вы живете неадекватно реальности, вот, посмотри, вот реальность, у меня тут стол и книги, но симптом может, блин, хреначить, потому что вот здесь у меня другая реальность, здесь у меня самокопание, я съедаю себя за то, что я нехорошая, я постоянно ощущаю, как будто бы вот здесь, как будто бы мой муж уходит, там, я нехватно, я не получаю его любви, поэтому у меня хреначат симптомы, потому что живу не в реальности, а в той галлюцинации, в которой привыкла. И тогда про руки. Почему с появлением ребенка мозг стал какую-то реальность, сталкиваться с какой-то реальностью? Вот раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, с какой реальностью? Где-то там по рукам и ногам связаны, либо с кого прям очень важно, вот есть деятельность. У меня была клиентка, у которой были все руки в трещинах, она очень, ну, я, по-моему, говорил на вебинаре, она очень не хотела контактировать с некоторой деятельностью в своей жизни, очень не хотела. Как только обнаружили, как только обнаружили несколько ситуаций с этим связанных, сразу все ушло, хоть деятельность продолжала. А с чем ты, может быть, не хочешь контактировать? Что за деятельность? Ручка – это деятельность, ремесло. Это может быть связано с твоей деятельностью, но сейчас, почему сейчас? Давай, блиц такой короткий. Почему сейчас? Почему с появлением ребенка? Почему сейчас обострилось? Твои фантазии? Ну, я очень-очень-очень боялась, что когда он появится, у меня никогда не было опыта с маленькими детьми общаться, обращаться, общаться. И я все думала, что я буду делать, я даже не могу его держать, не умею держать новорожденных, грубо говоря. И что я провалюсь полностью в своем материнстве сразу, как только он родится. Ага. Может быть. Тогда я постоянно сталкиваюсь с каким ощущением? Как сейчас у тебя с этим? Ну, сейчас я освоилась с этим. Ну, я все равно, конечно, боюсь, что все я испорчу. Все испорчу. Испорчу себе ребенка. Что-то. Я все испорчу. Ну, очень-очень-очень неуверенная, да, у меня позиция материнская. Как ты можешь все испортить? Кстати, почему ты выбрала стать художником? Ну, мне всегда нравилось, в детстве, мне нравилось придумывать. То есть, читала мне мама книгу, а я рисовала параллельно. А потом, потом меня как-то просто это увлекло. И в какой-то момент я решила, что я все равно ничего, кроме этого, не умею, поэтому пойду учиться туда. То есть, в какой-то момент у меня из детской радости все это переломилось в какую-то безнадегу. Откуда ребенок узнал, что он ничего, кроме этого, не умеет? Что за прикол? Как ты ребенок могла узнать, что ты ничего больше не умеешь? Нет, это школьный уже возраст. Да, и откуда ты это узнала? Когда я выбирала. Ну, просто как-то ни по какому предмету. Мне было страшно, что я никуда не поступлю, кроме художественного. И я поэтому пошла туда. Ну, то есть, сразу. Хорошо. Можешь вспомнить какую-то ситуацию в жизни своей, где ты все испортила? Что-нибудь сейчас можешь вспомнить, где ты все испортила? Ну, да, был первый мой молодой человек. Мне просто... Я боялась... Ну, наверное, это обычная девочкина ситуация. Хотя, наверное, необычная. В общем, я боялась, наверное, что он уйдет. Я не хотела... Не хотела близости. Но, наверное, боялась быть недостаточно хорошей, как обычно. И я себя поломала в этот момент. Я просто сейчас уже... Это когда все эти отношения, слава богу, прошли, когда я занималась своим любимым самокопанием. Для меня это ситуация, когда я... Ты готова даже ломать себя. Ты даже готова ломать себя, потому что я хороший, я не могу. Нет, у тебя я хороший. Ты не умеешь, я хороший. Не можешь, я хороший. Ты даже себя готова ломать ради этого. Да. Вот сейчас послушай лучше, что сейчас с тобой. Вот это состояние. Я хотя бы вижу тебя настоящую. Чуть-чуть. Вот прям проблеск такой. Расскажи мне вот про это сейчас состояние. Из него, изнутри. Как тебе там? У меня сейчас как будто отпустило. Ну, то есть сейчас так... Ну, просто вот... Фу. Просто больше не могу копаться и переживать все эти ситуации, когда я с собой недоволенна. Я устала. Можешь сейчас сказать внутри, пошли нахер, я хорошая? Вот внутри вот всем тем голосам, которые заставляют тебя... Вот ты сейчас... Давай, начни самокопание. Начни, начни сейчас самокопание. Обнаружь, остановись. Скажи прямо этому голосу, пошел нахер, я хорошая. Просто все, вот прям все хватит, просто не буду. Я столько раз ломала себя, пошел нахер. Вот просто ради интереса. Можешь что-то сделать? Ну, это мне самой себе надо сказать, потому что это мой голос все время. Аллилуйя! Давай. Сейчас, давай быстро анализировать, что происходит, обобщим. Первое, значит, по порядку идем. У тебя контакт, который, скорее всего, про мужа и эта история про папу. Значит, взяла ты это из... Ну, что значит, я с мужем... Ситуацию с мужем я описываю так, как мои ожидания от папы. Та потребность, которая не была удовлетворена папой, не сможет быть удовлетворена и мужем. Ты умеешь только жить в этой неудовлетворенности. Поэтому сейчас, когда ты особенно нуждаешься, у тебя более того, у тебя сейчас два папы. Муж, который мужчина, с которым ты этот шаблон реализуешь. Еще и сын родился, которым я вижу папу. И вот прям все у меня обострилось. Я сейчас для этого должна быть идеальной. Ну, потому что папа же мой любимый. Рядом с мамой много злости. С кем ближе были отношения? С мамой, с папой? С мамой. Сейчас с мамой. А так, да, в детстве? Эмоционально. Да, я была очень привязана к папе. Очень привязана. Его любой момент. Я для него научилась быть хорошей? Я для него старалась быть постоянно хорошей? Да, для него. Окей. Теперь я занимаюсь этим со всем миром. Я занимаюсь этим с собой. Я это ношу вот здесь. Вот это мой шаблон. Вот это твое самокопание. Фактически, это вот тот слепок, который заставляет тебя постоянно сейчас воспроизводить. Триггеришься об мужа, об ребенка. Но вот этот слепок ты взяла из семьи, из дома, из разных вот этих ситуаций. Руки. Я все испорчу. Пока что есть у меня ощущение, что я все испорчу. Ну, ладно, окей. Пока это подлежит исследованию. Соответственно, ключевая твоя неудовлетворенная потребность, ради которой столько злости, агрессии и раздражения, ну, неудивительно, потому что твои родители не смогли быть счастливы. Твои родители не смогли быть счастливы, они остались в напряжении. Ты появилась в напряжении. Ты родилась в напряжении. Появилась в напряжении. Рассла в напряжении. Что ты научилась делать? Напряжение. Ты сейчас находишься в напряжении. Ты просто научилась делать то, что было там. Все, ничего нового. Слепок оттуда остался. И сейчас из печерам к мурашену присоединиться можно. Господи, это что, у нас время заканчивается? Смотри, понимаешь, что сейчас ты всё это носишь вот здесь. Всё вот это подноготное, всё это прошлое. И большую часть времени ты в эмоции не идёшь. Сейчас хоть чуть-чуть погрустнело, хоть чуть-чуть чувства появились. А то злость, 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 злость. Плевать на эту злость. Нахрен вашу злость. Понятно, что там злость у всех до хрена. Вы все краснеете от того, что злость до хрена. Это понятно. Но под злостью самое интересное. Ваша злость нафиг неинтересна. Твоя, я имею в виду всех других, у которых все красные ходят. Злость неинтересна, потому что под ней начинается человек вот такой грустный, несчастный, который не может постоянно быть хорошим, который ощущает, что папа, почему ты так долго терпишь, не замечаешь меня нуждающуюся? Я так нуждаюсь тебе, я так нуждаюсь тебе. Я так боюсь вот, я так боюсь накосячить папа. Ребёнок не папа. Ребёнок-ребёнок, ему пофигу. Я тебя возвращаю в реальность, чтобы ты видела ребёнка, а не видела в нём ещё один способ играть в своё детство. Переваривай всё это. Есть ли сейчас какие-то вопросы, которые бы ты хотела задать? Вот сходу. Как мне теперь всё, что у меня так хорошо лежало в голове? Так, аллё. Друзья, я не знаю, вот только Валерия аллё. Да, смотрите. Всё, я договорю просто, сейчас перезагружу заново на следующего участника. Значит, смотрите, Валерия, последний вопрос, она пришла в шок, потому что галлюцинации, в которой она жила, она не замечала этого слепка, она не замечала его причины, происхождение, связи. Сейчас, Валерия, отвечая тебе на вопрос, что теперь с этим всё делать? Теперь надо правду, вправду посмотреть. Теперь надо посмотреть вправду, согласно вот всей вот этой схеме, которую я вам скинул, назвать, проговорить все свои чувства по-настоящему, все свои эмоции, разобрать, как. Теперь я со своими близкими, теперь с мужем я повторяю папу, с ребёнком повторяю папу, веду себя как мама, ничего не научилась, там ощущение потери, нехватки контакта, это не про настоящего мужа, а про мой опыт детства. Признать это всё, отплакать, погрустить, признаться себе, что я до сих пор не разрешаю себе стать хорошей с помощью своего самокопания, постоянно съедая себя вот этими голосами. Вот. Всё это важно назвать, честно, проговорить, вот так это вытаскивать. Всё. Значит, где схема найти, кто знает, это для кожников, схема для тех, у кого кожные проблемы, это марафон, этот курс, марафон по аллергиям и кожным проблемам. Значит, смотрите, сейчас я выхожу и захожу заново для следующего участника, потому что всё равно Инстаграм всё прервёт нафиг. Всё. Сохраню.